Ну что, друзья, продолжаем наш понедельничный эфир, и у нас, кстати, друзья, новые гости. Новые гости, которые будут говорить об иммунизации, потому что сейчас идет неделя иммунизации. Итак, представляем наших следующих гостей. Это Алмагуль Айткулова, начальник отдела ТО Арасан Актубе, и Айсауле Уралбаева, заместитель руководителя управления охраны общественного здоровья. Вот в такой компании с девушками встречаем сегодняшнее утро. Доброе утро. Итак, неделя иммунизации, период ее проведения. Во всех регионах нашей республики с 24 по 30 апреля идет неделя иммунизации. Она в этом году проходит по девизу «Мы говорим о вакцинации». Но вообще для чего она проводится, значит, цель такова, что в этот период мы должны информировать население о значимости именно профилактики, о том, какие последствия будут в случае отказа от вакцинации, и, конечно, выявить и привить, не привить тех людей, которые будут осуществлять. Возраст какой для прививания и где можно привиться? На бесплатной основе или на платной основе? Согласно детей и взрослые, прививаются согласно национальному календарю 22,90. Согласно, где расписано по постановлению, это 22, постановление правительства Республики Азахстан, за номером 22,95 от 30 декабря 2009 года, где расписано, по какому возрасте должны прививаться дети. Дети, это уже прививаются после рождения, третий-четвертый день, это против вирусной гепатита В и туберкулеза. Дальше уже двухмесячный период прививается, потом 3-4 месяца годового возраста и потом полтора года. Потом дальше идет уже 6 лет и дальше. А взрослые, начиная, подростки уже прививаются 16 лет, потом взрослые через каждые 10 лет, это 26, 36, 46, 56. Это против дифтерии столбняка прививкой АДСМ. Меня выявили, 26 лет я не делал прививку. Вопрос прививания сейчас стоит особенно остро. Очень много пишет, высказывает недовольствие. Даже мы с Сергеем обсуждали в этой самой студии, вне эфира. Он спрашивал по поводу прививания ребенка маленького. То есть, говорит, существует все-таки у родителей какой-то страх. В этом плане и необходима такая неделя иммунизации для того, чтобы донести информацию до нашего населения, чтобы не было никаких страхов, чтобы все, в принципе, нормально. Такую сейчас работу проводим совместно с Туарасан. У нас во всех местах масса, где проводят люди с детьми, это торговые сети, наши супермаркеты. Мы проводим акции такие и раздаем брошюры, информируем население. Эта неделя под девизом защитить, предупредить и вакцинировать таким девизом. Скажите, у нас в стране получается это добровольная или, так скажем, принудительная процедура? Ну, согласно Конституции, конечно, добровольная, но желательно получить эту вакцину, потому что вакцина сейчас делает бесплатно. Бесплатно в поликлинике по местной жизни, правильно? Да, с республиканского, с областного бюджета выделяются деньги. А финансирование, насчет этих финансирований проводится бесплатно вакцинация. Мы предупреждаем вакцины управляемой инфекцией, то есть в дальнейшем, чтобы у нас в стране была эпидемическая такая хорошая обстановка. Потому что, знаете, такие заболевания, как полимелик, дифтери, это такие заболевания, которые приводят людям к инвалидности, да, в дальнейшем это может привести даже в летальности. Поэтому люди должны об этом знать и должны соглашаться, чтобы привить и защитить своего ребенка в первую очередь. Еще хотела сказать, что в областном управлении здравоохранения есть приказ и создан медицинский десант. Уже выезжали врачи, там в том числе именологи, педиатры, в Айганинске, Шалкарске, Магажарске, Алгинске, Тимирске районы. Через время это будет продолжено, да, каждый год, в принципе, выезжает. В этом году уже пять районов охватили. В том числе работают тоже по именопрофилактике, уже более целенаправленно. С людьми, которые отказываются от вакцины, разговаривают люди, объясняют, что вот как раз Оля Мурат мне сказала, что вот эти вот инфекции, да, вакцины управляемые, они вот сложны своим этим, как это было? Осложнение. Осложнение у них, да, очень большое осложнение. Вот если бы полимелитом заболел бы ребенок, представляете, ребенок может ходить-сходить, да, вот, допустим, или полусы, утром просыпается, он парализован. То есть вообще без движения и так далее. Очень большие осложнения, вот это вот мы людям объясняем. Ну, туберкулез, то же самое, такая уже более известная, да, болезнь, которую люди уже вроде бы знают, как бы, но в любом случае, к сожалению, есть люди, которые еще все-таки отказ по различным причинам, не только по религиозам, но и, как вы говорите же, много вот вопросов. Люди вот нам говорят, что, допустим, все-таки почему же вы прививаете, говорят, у нас такая цивилизация, урбанизация, мы все личный геон соблюдаем, санитария, у нас такая... Вы прививки еще никогда не отменяем. Да, почему вот вы прививаете, может быть, уже пора ее отменить, нет, вот такие инфекции дают, к сожалению, через время они могут поражаться. Какое-то время прикатилась дифтерия или кори, но через время она начинает поднимать голову. Почему? Потому что у нас вот эта вот прослойка, ну, как его получается, такая вот, которую люди отказывают от пациона, вот такая прослойка. Во всем мире прививаются, поэтому это европейская неделя, и проводится, которая в Казахстане тоже. Каждый год в апреле месяце проводится вот такая неделя иммунизации. С вашей стороны главное правильно донести информацию до людей, объяснить, потому что на самом деле, когда возникает много вопросов и не получаешь ответов, это, естественно, у народа оставляет осадок, и, естественно, люди боятся. Прежде всего, это родители за своих детей. Ладно, мы взрослые, да, можем еще решить, пойдем или не пойдем, но чаще идем, потому что мы отвечаем за себя. Когда они всем ответственны за детей, это уже намного сложнее. Примерка проводится на здоровом фоне, поэтому врач, который будет проводить иммунолог, должен обязательно смотреть на ребенка, измерить температуру, посмотреть, да, потом только должны перевивать. Есть вакцины, в общем, хранение вакцин, транспортировка вакцин, они в особом контроле, поэтому рекомендуем, чтобы люди вакцинировались и своевременно получали. Спасибо. А могу что-то? Да, вот хотели сказать, что мы все равно людям объясняем, что вакцина, она безопасна. То есть она проходит различные методы исследований и безопасно у вас в всем мире этими вакцинами прививается и прививались наши родители, наши бабушки, девочки. То есть особого там изменения никаких нет, и уже это проверено годами. И мы всем говорим, что это единственный сейчас метод защиты детей от инфекционных заболеваний, таких страшных. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное за информацию, которую доносите до населения нашего города вот такими информационными неделями иммунизации. Дорогие друзья, один час эфирного времени пролетел незаметно. Сегодня эфир был наполнен различными сюжетами, рубриками, массой интересных гостей, которые пришли с полезной информацией. На этом мы завершаем наш прямой эфир в этой самой студии. В среду, 1 мая, в праздничный эфир, Дима и Маша будут вещать из студии. На праздничную тему, естественно. Друзья, напоминаю, что генеральный спонсор нашей программы – компания «Хангрупп», у которой сейчас достаточно много интересных и выгодных предложений. Найдите их в Инстаграме, в аккаунте «Квартир04». Подписывайтесь и будьте в курсе всех новостей. Ждет замечательная строительная компания. Ну что ж, на этом мы с вами прощаемся. Но прощаемся ненадолго, до среды, до 1 мая. Всего доброго, до скорых встреч!